Друзья, Джан, здрасте. Так, у нас сегодня новогодний меню, да? И у меня хороший свиной филей. Это так, я сначала буду обрабатывать, снимать сухожидки, все что личное. Так, это снимаем. Так, меню будет очень интересный и вкусный. Теперь это все чистим от лишних жира, да? Как мне нравится, этот маленький нож, он очень плоский и хорошо работает с этим ножом. Ну, почти все, да? Так, ну что, знаете, я мясо протекал в дырочке и держал солененькую воду где-то сутки, почти сутки. Держал, ну, не делаем соли максимально, потому что еще буду давать соли, соли при приготовке. Сейчас начинаем приготовить, что нам нужно делать с этого красавчика. Друзья, Джан, кроме свиной филе, у нас есть еще говяжий фарш. Один килограмм, ну, у меня один килограмм, но я думаю, все это туда пойдет или нет. Надо хорошо мариновать фарш. Лук не будем добавлять, потому что после приготовления, там, может, иногда остается там один день, два дня. Ну, лук не стоит сюда добавлять, только надо хорошие аромат дать сюда, хороший вкус и будет вкусно. Так, так, хватит. Еще у меня есть сегодня чаман, это к Новому году, это отлично, да? И вкусный, тем более он вкусный. Чаман, я думаю, всем знаком, чаман, что такое? Чаман, это идет к Бастурму в основном, и к Суджуху. Так, друзья, теперь хорошенько перемешиваем фарш. Как люблю котлеты с этого фарша, с говяжьей фаршем, чтобы долго говяжье мясо и котлеты. Вкусно получается. Если это останется, а я в конце сделаю котлеты себе. Ну что, хватит, да? Так, это в сторону. Для этого приготовления у нас есть еще ананас. Ан-а-на-с, да. Так, ананас, чаман еще, чеснок, красный полуморти перец, чили, можно и острый, можно и не острый. Так, этот, соус паприки, паприка, обычная паприка. Я, так, я в одном видеоролике показал, но можно и с паприки, можно и с томатной пасты, и даже без этого и можно это блюдо. И плавленый вкусный сыр. Пахнет, знаете, чем. Так, сейчас надо почистить ананас, друзья, Джан. А потом начнем все основные приготовления. Приготовим соус к нему, помазать. Фарш готов. Только надо чистить ананас теперь. Так, так, так. Ананас, ананас. Это для компоста. Компост, знаете уже. Вместо ананаса можете использовать айва или апельсин. Но я сегодня беру ананас, чтобы у нас в мясо был еще сочнее, еще сочнее. Это вам не будет удивлять, почему ананас в этом меню. Я думаю, что нет, друзья, Джан. И режем, режем ананас корчика. Корчика три. Вот так, тоненькие. Тонкие корчики. Новогодний меню должно быть такое, что не будет интересно, да? Этому хватит. В сторону, в сторону, в сторону. Друзья, Джан, теперь у нас растительное масло тут. К нему мы добавляем, ну, чаман. Где-то одну чайную ложку хватит. Хватит, конечно, хватит. Еще красный перец. Чили. Чеснок, естественно. Чеснок, в основном, люди протекают дырки, и туда чеснок. И это меня не нравится. Не очень нравится, потому что... Не, не знаю, короче, не нравится такой вариант мне. Друзья, еще сюда. Ассортимент. Спети и соли, там, и все, короче, все есть. Так, меня, я читаю все комментарии, я меня, как взял в руку, вспомнил. Меня спросили в комментариях, где купил. Это на Амазоне, можете найти, в интернет-магазине покупать. Это, я думаю, несложно. Ну, это, если будете покупать, это очень хорошее, очень хорошее. Там, вы видели, да, у меня есть набор. Три штуки с черным перцем, соль есть отдельно, и вот ассортимент этого. Так, хватит, посолить не будем, не будем пересолить, это сюда тоже оставить мой красавчик. Видите, друзья, Джанни, у меня такой красный, такой приятный соус получился, чтобы даже я не хочу добавить пасту из паприки, не хочу. Потому что перед Новым годом многие, может, не нашли пасту такую. Ну, давайте не будем перемешивать пасту, прямо вот таких хватит, этот красавчик хватит. Ну, соус такой. Паста из паприки, это приготовим после Нового года. Я вам покажу обязательно этот видеоролик, как это готовится натуральным, домашним вариантом, чтобы еще вкуснее было. Потому что фабришный, это, знаете, такой цвет, это все равно не... Друзья, Джанни, вот теперь берем мясо, вот так, не посередине, а так, не по чуть-чуть. Это дело для того, чтобы получить рулет, чтобы заматывать потом. Вот так, какой красивый цвет, видите, даже когда я держал в сутки воду, холодную воду, солененький, он еще светлее стал, такой красивый цвет он стал. Так, так, чтобы у вас не было дырочек. Так, еще раз с этой стороны уйдем и все. Вот, вот так начинаем. Ого, ого, ого. Так, так. Ого, у меня дырочка получилась, но ничего страшного. Я не хотел, конечно, этого. Друзья, Джанни, вот это хватит. Как вам нравится, если я говорю, друзья, Джанни? Продолжать сказать, друзья, Джанни или нет? Помните, раньше я говорил, здрасте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Помните, да, друзья, когда мыло, то это тоже было приятно, конечно. Теперь давайте, начинаем с чего? Маринуем весь мясо, да? Вот так. Я вот так мариную весь мясо. Это пока с внутри, друзья, Джанни. Вот, мажем шотки, чтобы руки не пачкать. Вот, прямо так и будем мариновать мясо с внутри. А кто что хочет добавить, пожалуйста, добавляйте сами. Если там, может, паприка красный или морковку обезвечно делают. Это можете добавить сами, не мешает. Ну, знаете, зато, знаете, что я сказал, не знаю, что можно добавить или нет, да? Вот, и все. Надо готовить, когда готовится что-нибудь, чтобы у вас, то, что готовили, у вас получился аппетитный вид стол у него. Если не аппетитный вид, это невкусно будет. И душой готовьте, с настроением. Так. Это я делаю видеоролик. А я готовлю, когда готовлю для детей, для семей, для дома. А ну, кушаем мы сами, там, друг друга. Даем душу, там, друг друга. Разговариваем вместе. Вот это делаем так, вот делаем так. Так, теперь, друзья же, посредине сюда плавленый сыр. Плавленый сыр выбирайте сами. Любое. Любое можно. Так, чтобы четыре штуки побольше будет. Так, вот отлично, фарш. Ничего, если я без перчатки, потому что у меня часто пишут, по перчатке. Ну, понятно, что перчатки можно, но это я для себя мы готовим. Ну, все, что готовится, это через руку готовится, все равно. Перчатка ничего это не делает. Так, так, так. Раньше, раньше не было уже перчатки, да? Помните? Так, теперь, теперь, кладываем ананас сюда, друзья. Да? О, три штуки, классно. Теперь еще сыр. Сыр такой, такой запахом он, такой интересный сыр. Плавленный, но вкусный. Так, так, так. Вот, и все. Все, еще один слой мяса, да, друзья? Так, знаете, уже мы подходим к концу. Давайте подключим духовку на 250 градусов. Пусть духовка наша греется. Нижняя и верхняя панель, да, естественная. На 250 градусов, пусть хорошенько греется. Все, пошло. Духовка пошла. Уже старт. Огромный рулет у нас получится. Знаете, что у меня нет дома сегодня? Я бы хотел иметь ниточку. Специально ниточка есть, чтобы и заматывать рулет. Ну, ничего страшного. Делаем что-нибудь по-другому. Так, вот это сюда. Да. 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 Так, так, так. Мой Артурчик. Артур, что ты? Артур, что ты? Артур, что ты делаешь? Артур, что ты делаешь? Так, друзья, это все, да, все у нас. Надо это все залить сверху, да. Помажем щеткой. Был бы ниточка, я бы с удовольствием заматывал, но ничего страшного. Сейчас я покажу, как я буду делать, и вам тоже понравится этот вариант. Вот, друзья, вот такая у нас получилась шлюха. Так, я промою руки. Все, друзья, вот и вся история, да, в сегодняшнем видео. Теперь надо хорошенько крутить. Ну, нажимайте, чтобы не развалился. Сбоку уже нажимайте, так эта бумага почему-то вышла. По бокам хорошо закрывается, друзья, да. И у вас должно получиться вот такое реле. Так, у нас тут килограмма три уже. Знаете, сколько по времени отправлю в духовке? Даже месяца не хватит. Хватит еще раз хватит. Еще часа на три. Потому что открывать не будем. Будем открывать тогда, когда уже готов. Ну, для меня часа три. На каждый килограмм это один час на 250 градусов. Достаточно. Вот и все. Добавляем время. И пошло. Так, друзья, Диан, у меня мясо уже скоро. Я видишь, уже все почти готов. Это я приготовил, просто жарили овощи. У меня картошка, кубик, как я порезал. Так, еще шампиньоны и болгарский перец. Поджариваю, это как гарнир к мясу, да. Пусть жарится хорошенько. Как красиво смотрятся картошки, друзья, Джам. На праздник можно такие готовить, да? В кубиках лучше смотрятся. Так, все. Это нам нужно посолить немножко. Вот такие. Хватит, да? Суперочка, да шоу до шампиньона и шампиньоны тоже жарим. Все. Минус пять хватит. Пять-шесть минуты достаточно. Хватит. Ох, какой запах пошел. Ох, какой запах пошел, друзья, Джам. друзья джан надо быть осторожна быть чтобы соус нам нужно было так я обратно не буду вставлять духовку чтобы красный стал это уже вкуснительно это уже вкуснительно так нас на доску на родину такой сервис пошел сюда ничего так это пускать таких будет как это будет ждать вот так прямо сторону все друзья то я все поджарим теперь это все перемешиваю вместо чтобы тепленький стал наш красавчик гарнир да 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 начинка не гарнир так так теперь все выключим газовую плиту друзья сверху подсыпаем гранат с петрушки кинзой и пусть стоит так пока мы будем резать мясо да вот красавчик получается праздничный да у нас все . друзья джан давайте я сделаю пополам уже да как думаете а нет надо было хорошо держать и потом отрезать да классно классно и почему падаешь дорогой надо было обратно наоборот оставить да и вот как будем подать на стол этот красавчик да вот так вот снимаем ананас для того чтобы у нас был сочно да вот фарш вот ананас все классно будем резать сейчас хорошо если был ниточки да я заветно заматывал ниточки а так не бы развалился но не было ниточки дома ничего страшного так теперь я заправлю гарниром так это надо выключить вот так и должны подать вашим гостям этот красавчик а еще один последний процесс теперь берем соус отсюда и зальем сверху даже на на картошечки друзья джан вот и такая красота должна быть у вас тоже это сюда это в сторону друзья джан так друзья джан ну гарнит сама 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 это вкусно сама с на потом попробуем мясо горы вкусно отлично ничего не надо добавить к нему овощи можете другие овощи поджарить место но никаких соусов а теперь мясо я беру мясо спорта и где там где она нас до с ананасом я думаю что это вкусно вот это кусочек горяченький да даже не будете почувствовать что это ананас это очень вкусно получилось кстати очень вкусно сыр весь сыр уже не видно плавленый сыр ушел и куда ушел не знаю ну там соус пошел вот сюда вот весь сыр я добавлю сюда классно я хочу пробовать еще кусочек где мясо ну короче на новый год это вам годится такой хороший классный блюдо даже друзья джан базара нету да отлично берется такой филе из телят и можно без проблем свинина и индейку филе можно побольше заворачивать и так и получится у вас тоже самому гарнир само собой в юге увезли уже смотрели так меня часто в комментариях пишут на счет звука на счет петлички и стабилизатор и камера да моя камера очень хороший камера но я хочу вам сказать с феврале месяца у меня у меня будет и стабилизатор и петличка и микрофон и и камера новые так что качество будет видео с феврале месяца будет совсем другое друзья спасибо за просмотр готовьте со мной готовьте на новый год вот такой шедевр они даже на праздники постоянно чтобы делать большим гостям очень приятно гостям это обязательно понравится у меня немножко не хватает соли я боюсь сейчас посолить основной все отлично супер спасибо за просмотр с наступающим с наступающим с наступающим но у меня еще будет еще два видеоролика ну как вы думаете пишите меня меня в комментариях до нового года сделать еще шашлык на улицу или нет и чего делать шашлыки я хочу чтобы вы написали делать такой шашлык скажите меня я сделаю ну буду делать не то что один человек напишет если в основном побольше напишут вот именно такой шашлык я такого не буду делать но не только чтобы не было крокодила не словами крокодил не дикий мясо что можно достать спасибо до свидания друзья чем счастлива вам оставаться люблю уважаю целую и не забудьте подписаться на мою страницу инстаграм чтобы заранее смотрели что у нас будет вот если вы не подписаны инвеста грамм сейчас это будет на видеоролике а заранее будьте знать до свидания счастливого